Здравствуйте, друзья! Мы с вами в Леволуа. Это пригород Парижа, такой уютный небольшой дворец спорта. Здесь в эти дни проходит очередной чемпионат мира по спортивной акробатике. Сегодня будут разыграны первые награды мирового чемпионата в двух видах программы. Это мужские пары и женские пары. С вами в эфире Николай Попов. Я с удовольствием представляю свою собеседницу Светлану Тах, мастера спорта по спортивной акробатике. Она, кстати, была совсем недавно здесь, в этом самом дворце спорта, потому что четыре дня назад здесь завершился юниорский чемпионат мира, на котором очень здорово выступила российская команда. Во всяком случае, по количеству медалей, золотых медалей, мы были лучшими в юниорском чемпионате. Здравствуйте, зрители! Я с удовольствием буду помогать комментировать этот чемпионат мира. И дружно будем болеть за нашу сборную, у которой большие шансы победить. Ну, во всяком случае, если говорить о сегодняшних финалах, то накануне в квалификации, в мужских парах, наши ребята показали лучший результат. Константин Филипчук и Алексей Дудченко, наша знаменитая, опытнейшая пара, которая завоевала уже в своей карьере множество самых наград, самых высокого достоинства. Вот они будут представлять, эта наша пара будет представлять нашу страну в финале мужских пар, где выступит шесть пар. И уже сейчас можно сказать, что наверняка главными соперниками соревнований мужских пар будет белорусская пара. Илья Рыбинский и Евгений Новиков. Но начинать, я так понимаю, будут у нас женские пары, где тоже выступят представительницы России. Это Валентина Ким и Елизавета Дубровина. Ну вот именно они будут представлять нашу страну в соревнованиях женских пар. Здесь тоже в финале шесть пар. Ну и, наверное, надо рассказать нашим телезрителям. Елизавета Дубровина. Вот Теймурас Гургенидзе. Это тренер, старший тренер юношеской сборной. Заслуженный тренер России. Вот, посмотрите, композиция, конечно, у нее была очень такая интересная. Вот, я показываю стойку. Отстояла она одну руку, сделала мексиканку. Сальто по рукам. Даже если это сложный элемент, посчитается. Длиной сальто на сход. Музыка драматическая, да? Да, и вот видите, как они передают характер этой музыки. Мико выражение лица. Полфляка. Мексиканку. Руки. Молодцы. У нас была небольшая ошибочка, но, тем не менее, пока неплохо. Осталось совсем немного, надо дотерпеть до конца. Все пока очень хорошо. Ну, молодцы, что я могу сказать. Молодцы, в принципе, у них большой шанс. Сейчас у нас... Сейчас у нас лидирует белорусский 26-715. Сейчас посмотрим, как оценят судьи, но, в принципе, сделали неплохо. Все шансы на медаль у наших девушек. Да, да, шансы на медаль есть, будем надеяться. Вот. Неплохо отработали, собрались. Были, конечно, небольшие ошибочки, но... Вот, посмотрим, что им поставят судьи. В этом виде программы, в комбинированных упражнениях на предварительном этапе у них было 26,465 тысячных. Но я думаю, что сейчас оценка должна быть... Должна быть... ...выше. ...повыше. Артистизм у них в квалификации небольшой. О! 26, молодцы! 26,9 тысячных. Все, они обыгрывают белорусок. Молодцы. И это уже не меньше второго места. Осталось выступить одной пары. Как минимум в зелебро. Вот, бельгийская пара в команде. Вот они уже готовятся. Сейчас интересная, конечно, будет и композиция. Вся Россия за них болеет. Я знаю, что очень-очень много и по интернету смотрят. Все переживают. Они, кстати, были факелоносцами на Олимпиаде. И Алексей... Вот тренера показывают. Михаила Ткаченко сейчас их тренирует. Начинали они под руководством тренера Владимира Сухарева. Но, к сожалению, он ушел из жизни. Потом их продолжил тренировать Сергей Белозеров, который тоже рано ушел из нашей жизни. Вот сейчас они все-таки продолжают и тренируются. Смотрите, интересная композиция, конечно, когда они выступают. Какое начало мощнейшее. Ничего не хочется говорить. На них хочется просто смотреть. Вот, видите, в одну руку. В плечи. Все легко. Сейчас будет Курбет в одну руку. Молодцы. Вот как бы играют. Они не выступают. А вот маленький спектакль показывают. На чемпионатах России, конечно, собирают большую аудиторию. Все им хлопают. Много трудятся. Нижний Алексей сейчас является президентом федерации акробатики Ростовской области. Здесь я не внустаю. Вверх не опускается. Проходи. Очень интересная, оригинальная работа. Молодцы. Вот ни капельки, ни усталости, вот что значит опыт. Нож в плечи, сальто в плечи, сальто с пероэтом двойным вперед. Нож в плечи, сальто в плечи, сальто в плечи. Нож в плечи, сальто в плечи, сальто в плечи. Илья Рыбинский, Евгений Новиков. Но во всяком случае, той ошибки, которая была допущена в квалификации, здесь наши ребята не допустили. Вообще, знаете, что хочется отметить? Вот прямо с первых секунд их выступления, значит, как сразу же приковывается внимание. Да, 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 да. Сразу, сразу они притягивают, то есть держат, держат зрителей. Посмотрите, очень интересная работа. Алексею 86-го года рождения. Нет, Константин... Константин 86-го года рождения, а Алексей 84-го. Алексей, кстати, женат, имеет двух сыновей. На два года он старше. На два года, да. Ведет большую общественную работу. Вот тренер. Хорошее настроение. Хорошее настроение. 28-285. 8-7 за технику. 8-8. Это оценка, конечно, очень высокая.